В начале августа на улице Лакина начали монтировать систему уличного освещения, вкапывать опоры лэб, вешать фонари. Местные жители добивались этого не первый год. Ходить ночью по неосвещенной улице страшно и небезопасно. К тому же здесь стоит два детских садика. Городские власти пообещали закончить работы в срок до 1 сентября, к началу учебного года. В течение двух недель стоял только один столб. Больше никакого движения не было. И только в конце августа началась работа по установке уличного освещения. Вкопали столбы, повесили фонари и только 30 августа протянули кабель. К началу осени все работы были выполнены, однако светлее от этого на Лакина не стало. Как и прежде, местные жители вынуждены передвигаться в темное время суток практически на ощупь. Тротуар здесь оставляет желать лучшего. Пешеходы порой идут прямо по проезжей части. Ночью такие прогулки вдвойне опасны. Впрочем, это далеко не все, что скрывается во мраке улицы Лакина. Вот потом у нас есть хулиганский фактор. Стоянка по Пролетарской 6 часто сливает там бензин, крадут аккумуляторы, портят автомобили. То есть, я думаю, что это освещение очень нам поможет даже в решении этого вопроса. К сожалению, обещание включить свет к сентябрю администрация не выполнила. Как нам пояснили в управлении капитального строительства, на то есть веские причины. В процессе производства работ потребовалась небольшая корректировка проектной документации. Сроки незначительно сдвинулись, но уже в данный момент вся работа выполнена. Сейчас происходит процедура как раз включения этой линии, документальное оформление для ее включения. Судя по всему, изначальный план работ был составлен с ошибками. Или же появились непредвиденные обстоятельства, помешавшие сделать все вовремя. Новое обещание включить эти фонари не позже, чем через 3-4 недели, то есть к середине октября. К слову, темнеет на улицах в это время довольно рано.